Зимний сад Там есть различные куклы. В принципе, у меня, наверное, куклы со всего мира. Вот нет, наверное, на карте такой точки, откуда у меня не было бы. Более того, куклы не просто в коллекции, но там еще есть и советские Дед Морозы. Недавно начала пробовать сама их реставрировать. Ну, как получается, по крайней мере, спасаю то, что приходит. А вообще, кто-то представляет, сколько нужно места, чтобы... А где они хранятся, да, вот такой вопрос. Мы с мужем построили большой дом. У нас первый этаж получилось так, что вместил и нас, и трех наших детей. Поэтому второй этаж оказался абсолютно непригоден. Вернее, он даже не нужен был. Поэтому все куклы, вся коллекция... На самом деле, шесть этажа — это уже кукла, да? Да, все верно. Все верно. Все остальное коллекция расположилась на втором этаже. То есть к нам, если на первый этаж приходишь, никогда в жизни не скажешь, что в этом доме живет коллекционер кукол. Многие дарят куклы, и часть уже переехала ко мне на работу. Давайте посмотрим, как вы живете, и увидим эту коллекцию. Я родилась в Борисове. Это мой родной город, и я люблю его всей душой. Я человек очень творческий. Именно поэтому меня пригласили работать в нашу библиотеку Борисовскую. Здесь я открыла творческий центр под названием «Кукольная беседка». Идея создания творческого центра возникла практически сразу после того, как я пришла сюда работать. На стеллажах находится огромное количество кукол, но, естественно, у меня есть свои любимицы. Это испанская Паула Рейна. Она маркирована. Такая девочка пришла ко мне в подарок, чему я очень-очень рада. Это кукла швейцарской художницы Саши Моргеншталлер. Я же могу смело сказать, что это жемчужина моей коллекции. Название «Кукольная беседка» родилось просто потому, что мы здесь не просто трудимся. Детки, когда я провожу экскурсии, они же делятся своими историями. Именно поэтому в нашей беседке беседа льется рекой. Оставшаяся коллекция находится у меня дома, на втором этаже. Поехали. Я уже была взрослая. Мне уже было 21-22 года, когда стала заниматься именно коллекционированием, собирательством, как я говорю. Муж у меня гродненец. Мы познакомились, когда были еще совсем молодые. Мне было 16, мужу 18. На самом деле, муж очень много помогает, потому что не было бы его, не было бы ни этого дома, не было бы ни коллекции, ни кукол, ничего остального. Вот это то место, куда я обычно приглашаю своих знакомых, своих друзей. Это моя обитель. Вот эти два красавца ко мне пришли из Казахстана буквально месяц назад. Доехали в очень плохом состоянии. Я собирала их буквально по крупицам. Именно поэтому пришлось запустить их под полный перекрас. Есть куклы, которые влетают в самое-самое сердце. Это, например, вот такая. Соненберг. Красная шапочка. Поддержка родных, близких, друзей это очень-очень важно на самом деле. А вот и мои сыновья пришли. Привет. Как дела? Отлично. Мы сюда часто приходим со своими друзьями. Мы с парнями идем играть в дартс, там, в баскетбол туда. А девочки ходят вот так вот по второму изражу. И вот, ну, восхищаются этим всем. Любовь куклы мне всегда прививала моя бабушка. Она всегда показывала, как играть с куклами, как нужно за ней ухаживать. Вот фотография моей бабушки. У бабушки с дедушкой был сосед. Марина старше, внучка этого Анатолия, приходила к нам гулять с куклами. Бабушка ее всегда просила спеть. Гладачка тоненькая, а я молоденька, А я молоденька. Я правильно понял, что уже дома не хватало места, и вы организовали место для кукол уже и на работе? Да, тем более, что моя работа действительно связана с куклами, я провожу экскурсии. Иногда куклы приходят с такими потрясающими историями, и когда рассказываешь, люди ведь начинают тут же вспоминать свои куклы. А какие вот мне даже очень интересны? Ну вот, допустим, у меня есть фарфоровая кукла Алёша. Я тогда ещё на тот момент жила в Гродно, бабушка через какие-то там десятые руки достала мой телефон, позвонила ей со словами «Деточка, меня скоро не станет, и её выбросят, а у тебя Алёша будет жить, забери его». Я приехала к ней, вот, она мне отдаёт этого Алёшу, я смотрю, говорю, а чё ж ваш Алёша-то в девическом платье? Забирайте. А чё ж он поёт этот Алёша? Я говорю, а чё ж ваш Алёша в девическом платье? И она говорит, что ты говоришь? Сейчас это модно. Это крестильная рубашка. Позже я уже обращалась к коллекционерам, которые более понимают в этой теме. Они сказали, что это, скорее всего, трофейная кукла, привезённая во время Великой Отечественной войны. Поэтому вот наш советский воин своей дочке привёз эту куклу, она её хранила всю жизнь, она её пронесла всю жизнь, и в итоге вот подарила мне. Бабушка ещё после того, наверное, лет 10 прожила, я ей каждый год звонила, говорю, всё в порядке с вашим Алёшей, говорю, сидит на полочке, улыбается. Вы так интересно рассказываете. Алексей, может, вы хотели бы съездить в Борисов посмотреть на куклы? Я с Алексеем еду в Борисов. Друзья, значит, у нас образовался уже такой коллектив дружный, и после программы мы поедем в город Борисов смотреть куклы и достопримечательности для этого города. А я всё покажу, я вам всё расскажу, у меня там очень много интересного. Алёна, один из ваших сыновей мы видели в сюжете, он ваш главный помощник. Да. Илья, привет! А ты маме с удовольствием помогаешь? Да. Конечно, мне нравится маме помогать. Или просто не хочешь её огорчать? Ну, нет, это, ну, мне очень нравится ей помогать, я помогаю постоянно. Вот приезжает посылка какая-нибудь, и, ну, я с ней это всё перебираю. Умничка. Золотой сын. Ты помогаешь разбирать посылки, убирать, может, там вот это всё. Там же работы-то сколько. И ты один всё? Да. Молодец. Аплодисменты, Илья. Аплодисменты, Илья. А у вас трое детей, по-моему, да? Да, у меня трое детей. Дочка Милена, она учится в сельхозакадемии в Горках. Следом идёт сын ещё, Ваня зовут. Он у нас профессионально вместе с Ильёй занимается дюдо-самбо. Вот, Ванечка в этом году уже поступил в РОР на отделение дюдо, поэтому его забрали на сборы. Он очень хотел присутствовать сегодня. А как старшие относятся к вашему хобби? Да у меня все положительно относятся к этому. Но вы нам ещё раз скажите, вот сколько раз в неделю нужно делать уборку? Нисколько. Дело в том, что второй этаж, он не жилой. В плане того, что там никто, кроме меня, особо-то и не ходит. Поэтому уборка там делается, ну, в лучшем случае раз в пять месяцев. И то вот при прошлом разе, ну, я зашла с чистой тряпочкой, с такой же и вышла. С нами сегодня автор и исполнитель Анатолий Длузский. Добрый вечер. Впечатлила вас коллекция Алёны? Добрый вечер. Мне кажется, какая широкая душа Алёны, если она смотрит так за куклами, столько кукол, как повезло детям и как повезло её мужу. Мне кажется, тоже так тряпочкой протирайте, кормите. Всех берегу. Потому что настолько душевный человек, и как надо любить жизнь, как надо любить детей, как надо любить, чтобы всё это воплотить в любви. И кукла. Поэтому спасибо вам большое за такой замечательный сюжет, и за вас, что вы такая душевная барышня. Пожалуйста. У вас есть песня, которая подходит как раз к нашей истории. Желанная, милая, нежная, строптивая, страстная, шаловливая, долгожданная. Это всё можно сказать и про кукол, который собирает Алёна. Есть такая песня у вас? Есть песня, я её очень люблю. Это одна из крайних моих песен. Но я вот вы столько прилагателей назвали, да, женщине. Я долго не знал, как назвать. И желанная, и любимая, и строптивая. Потом мне почему-то казалось, шаловливая очень мне нравилась. Да, вот это слово возникло. Шаловливая, да. Да, но шалунья, да. Поэтому как Алёня, она такая классическая женщина. Поэтому вот именно для вас сегодня песня называется «Желанная моя». Отлично. В шоу «Добрый вечер» Анатолий Дзлуцкий с песней «Желанная». Встречаем! Скажите, а какая кукла в коллекции самая желанная для вас? Ну, на сегодняшний день я хочу и мечтаю ещё об одной антикварной куклы. У меня есть одна Кэмер Ренхард. Это начало 19 века. Ну, хотела бы ещё, может быть, Арман Марсель, что-нибудь из этих мастеров. По каким критериям вы выбираете? Коллекционная, неколлекционная кукла? Нет, здесь не совсем верно говорить, что я коллекционер кукол, потому что коллекционеры, как правило, сами решают направление, то, чем они занимаются. Я, скорее, собиратель. Собиратель детства, вот чего-то по крупицам. И, как мне часто говорят, что именно в игрушках можно посмотреть и просмотреть связь поколений, то, как люди жили. А вот смотрите, у меня есть кукла вот такая. Это коллекционный экземпляр. Мне очень нравится. Нет, но у меня в коллекции его подружка есть, не поверите. На меня похож. А чем? Прической моей? Глазками, глазками большими и круглыми. Такой хорошенький. У вас есть подружка, а мы хотим вам дружочкой. Спасибо огромное. Я не знаю, насколько она похожа. Главное, чтобы красиво и от души. Спасибо большое. Ой, какой хорошенький. А вы мечтаете создать музей, это так? Все, скорее всего, к этому идет. Потому что, если вначале я этим начинала заниматься для себя, но я же вижу, что говорят люди, что вот было бы здорово увидеть это все в полном объеме. У вас есть секрет, в отличие от многих здесь сидящих, вы не поете? Нет, совсем. Но сегодня, по-моему, хотите попробовать премьеру для нас сделать, да? Я попробую. Поддержим? Приглашаем вас на сцену. Сегодня премьера. Тысячи звезд позади. Мы друг к другу летели. Чувства в последний вагон еле успели. Сложно опять доверять Ведь опыт как палки в колеса Но что-то кричит мне Все это не просто так, не просто Мечты должны сбываться вовремя И именно с теми людьми Я просто шепотом без повода Скажу, насколько мне нужен ты Время играет в часы Стрелки по кругу пуская Мы ежедневно бежим за целью украя Птицу, что счастьем зовут Ловим уперто бездушно Забывая, что для счастья нам много не нужно Мечты должны сбываться вовремя И именно с теми людьми Я просто шепотом без повода Скажу, насколько мне нужен ты Мечты должны сбываться вовремя И именно с теми людьми Я просто шепотом без повода Скажу, насколько мне нужен ты Мечты должны сбываться вовремя Это безусловно Давайте вернемся к подаркам нашим Это что, скажите у нас? Ну, наша белорусская лялька такая Парижская, можно сказать Вот, смотрите Агрогородок Париж Поставский район Витебская область Это вот башня вот эта, да? Да, вот наша башня Смотрите Алена, от шоу «Добрый вечер» Мы хотим, чтобы эта кукла была у вас в коллекции Спасибо большое Держите Спасибо, девочки Спасибо большое Я знаю, что все белорусские куклы Они создаются в зависимости от того района, где живет автор И наряд у них, у каждой может быть другой Теперь я ее подпишу И я буду знать, откуда она Спасибо вам большое Спасибо 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 Спасибо